Здравствуйте, это программа Репортер. Я Алексей Коноплев и сегодня предлагаю услышать голос молодости. Самара присоединилась к самому масштабному в мире посвящению в студенты и стала одним из 30 городов, где первокурсники торжественно пообещали хорошо учиться и стать гордостью страны. Какой вуз стал самым громогласным и почему именно в Самару приезжают поступать из других городов, репортер вспомнил свой первый курс. Зеленый свет российскому студенчеству. В их случае без остановки и только вперед. Молодо, непредсказуемо и смело будущее теперь дело их рук. Пришло время учиться, придумывать и воплощать. Мне кажется, у нас самый дружный коллектив. За эту неделю мы так сплотились уже. Успех поступить. Самара, Москва, Санкт-Петербург в этот момент. В 30 городах страны с стройными колоннами готовятся пройти первокурсники. Самый масштабный в мире парад студенчества на старте. Самарская область представляет 18 высших и 22 среднеспециальных учебных заведения. Студенческий билет в руках 9 тысяч молодых людей. С этой профессией я вообще определился с 7 класса, наверное, может быть, еще раньше. У меня вся семья строителей. Отец закончил тот же самый факультет, что и я. И я решил по тем же стопам пойти. Пока одни только учатся, другие уже работают, не теряют времени. Студенты факультета журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета в первый день учебы организовали редакцию и сейчас снимают новости. Я люблю общаться с людьми, заводить новые знакомства, поэтому я решила стать журналистом. Самара является одним из крупнейших студенческих центров страны. Здесь обучается более 140 тысяч молодых людей по самым разным специальностям. За последние 4 года в 2 раза увеличилось количество поступивших из других регионов страны. Вузы области стали одними из лидеров в России по трудоустройству выпускников. Безусловный лидер в этом направлении – первый объединенный университет. У меня там учатся очень много друзей, которые советовали, которые говорят, что образование действительно хорошее. Ну и просто самолеты любят. Самарский университет путей сообщения, Поволжский университет телекоммуникации и информатики, опорный вуз региона, Самарский технический университет, недавно объединившийся с архитектурно-строительным. В регионе есть возможности для получения любой специальности, даже в космосе, не говоря уже о суши и воде. Пять героев Советского Союза, один из них – герой во время Афганской войны. Более двухсот наших выпускников награждены правительственными наградами, орденами. Молодых специалистов ждут на местах в разных отраслях промышленности, нуждаются в новых идеях. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркивает, в 2017 году будут возведены первые корпуса технополиса «Гагарин-центр». Поколению молодых предстоит свершить прорыв в сфере ракетно-космических систем, нанотехнологии и нефтехимии. Мы будем делать все, чтобы мы были конкурентными и в космосе, и на Земле. Я хочу выразить огромную благодарность преподавателям вашим. То, что все больше и больше студентов едет к нам, это говорит о том, что учебный сам процесс, атмосфера в наших вузах, она становится лучше. Клятва российского студенчества на связи города России перед всей страной. Самарские студенты обещают учиться на отлично и показать все, на что способны. Использовать полученные профессиональные навыки и опыт на укрепление могущества и процветание России. Клянемся! Их будущее начинается сегодня в добрый путь с самыми лучшими пожеланиями. Первое. Пошли. Ну что ж, пожелаем и студентам, и преподавателям успехов и с началом учебного года. Еще раз вас поздравляю. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!